В стенах детской художественной школы открылась ретроспективная выставка, которая показывает, как изменилась техника написания картин более чем за 20 лет. Это своего рода эксперимент, признается организатор выставки Виктор Лебедев. Главная задача – это помочь ученикам 21 века заглянуть за ширму времени и познакомиться с работами детей советского периода. Все работы, которые здесь представлены, конечно, это маленькая толика того, что на самом деле за 40 лет работы выполнены. Но все работы, которые выполнены здесь, это академический рисунок, выполненный обучающимися с самого первого выпуска, 1981 год наш был первый выпуск, и сегодняшним днем. Нам было очень интересно увидеть, насколько те дети, которые учились еще тогда, в советское время, и те дети, которые сейчас учатся, сильно ли они отличаются друг от друга по своим возможностям, способностям. Данную выставку приурочили к 40-летнему юбилею школы. Именно поэтому в экспозицию вошли 40 лучших работ. Среди них есть и работы Евгении Живых. Девушка занимается рисованием порядка трех лет. Но для нее это первая выставка, в которой она принимает участие. Я очень старалась каждый оттенок найти. Я работала соусом и старалась передать тот эффект, который на самом предмете. Такие выставки вызывают большой интерес у подрастающего поколения, ведь они могут не только посмотреть на работы, которые были нарисованы порядка 20 лет назад, но и сравнить со своими. Мне очень понравилась выставка, очень красивые работы были представлены. Да, конечно, разница видна, но все же техника похожа. Я нашел только, что отличается более выцвящая бумага на работах, которые были сделаны очень давно. А техника очень похожа, потому что, мне кажется, более профессиональные художники передают эту технику более молодым, которые будут, опять же, другим поколениям передавать. А посетить выставку может любой желающий. Валентина Грядунова и Владимир Кулешов для программы Оперативный эфир. Продолжение следует...